Совсем скоро нашему любимому городу Чебоксары исполняется 545 лет. Дата не круглая, но все-таки юбилей. В канун праздника мы встретились за головой города Чебоксары Леонидом Черкесовым. Леонид Ильич, здравствуйте. Я думаю, самое время подвести итоги года. На ваш взгляд, какие основные события произошли в городе за год? Может быть, победы, достижения? Действительно, для нас год был важным. Во-первых, это признание на российском уровне. Мы были признаны одним из самых благоустроенных городов России. И для нас это очень важно. Я хочу поблагодарить наших горожан за благоустройство нашего города, за участие в общественно-политической жизни города. Только совместными усилиями можно достичь таких достижений. Следующее для нас важно. Мы попали в Книгу рекордов России и Европы, как самая массовая утренняя зарядка со звездой. А следующее, наконец, у нас полную силу заработал проект «Открытый город», где не только глава города, глава администрации, но и все руководители структурных подразделений администрации начали активно встречаться с населением. Я думаю, что это тоже в уходящем году для нас было одним из важных направлений. Следующее направление. Мы активно начали сотрудничать с фондом реформирования ЖКХ и получили грант 600 миллионов на модернизацию инфраструктуры коммунальных сетей, инженерных сетей нашего города. Я думаю, что это очень тоже важный проект. Мы более активно начали заниматься ремонтом дорог, ремонтом дворовых территорий, еще больше детских площадок в городе появилось, детско-спортивных площадок. Наша задача, чтобы повысить качество жизни наших горожан. И в этом направлении еще предстоит большая работа. Я думаю, то, что вы сказали, действительно, это видят все горожане, действительно, дороги ремонтируются, буквально даже сегодня детские площадки строятся. Традицией стало то, что в канун Дня города выбирают нового почетного гражданина города Чебоксара. В этом году им стал Николай Федорович Угаслов. Вот по каким все-таки критериям выбирают почетных граждан и насколько сложно выбрать самого достойного? Действительно, очень сложно. Это должно быть один из самых уважаемых, достойных жителей нашего города. Из года в год мы выбираем почетного гражданина. В этом году депутаты, она в неочередном собрании приняли решение, что одним из достойнейших является Угаслов Николай Федорович. Самое главное, Николай Федорович выдвинули сами жители, в первую очередь. И в прошлом году, и позапрошлом его выдвигали, но вот как-то он не попадал. А в этом году активнее ТОС, предложение ТОС, Совета многоквартирных вдовов микроайона. Николай Федорович, он известный и общественный деятель в городе, депутат государственного совета, представитель Жуашко-национального конгресса. Много делает он в общественной жизни в городе. Он содержит и футбольную команду, и хоккейную команду, поддерживает детский спорт. Много делает для развития микрорайона, для школ микрорайона, для детских садов микрорайона. Ну, я тоже слышала, что обсуждения длились, по-моему, три месяца. И действительно, как сказали многие депутаты, это человек, который для города делал, делает и, я думаю, что будет делать. Будет делать, да. Действительно, обсуждали, ну, весь год обсуждали с кандидатурой, предлагали коллективы. Но вот на последнем, в неочередном собрании единогласно депутаты поддержала кандидатуру Гаслова Николаевна Федоровича. Это все о прошлом и о настоящем городе. А если немножко о будущем, каким вы мечтаете видеть наш город Чебоксара в недалеком или, может быть, даже в далеком будущем? Хочется, чтобы город Чебоксара был самым благоустроенным городом России. А для этого у нас еще многое предстоит сделать. Во-первых, вот мечта, чтобы все дети нашего города посещали детские сады. Кто в этом нуждается? В этом направлении мы тоже активно работаем. Вот приоритеты – это детство и безопасность наших горожан. Нужно много сделать еще, чтобы действительно было в Чебоксарах, чтобы действительно из самых безопасных городов России, чтобы было. А следующее – это переселение из аварийного жилья. И мы ставим задачу, что в 2017 году всех нуждающихся, всех, чьи дома были признаны аварийными, переселить к 2017 году. Это действительно серьезная задача. Мы, думаю, справимся с этой задачей. Ну и благоустроить набережную реку Волги, благоустроить Чебоксарский залив, чтобы наши дороги не хуже были европейских, чтобы действительно, чтобы в Чебоксарах не было, можно сказать, пробок, чтобы мы разгрузили наши улицы. И в этом направлении последовательно будем работать. Ну что ж, я думаю, вполне достижимые цели. Спасибо большое. Всего доброго. Я напоминаю, в канун праздника Дня города мы беседовали с главой города Леонидом Черкесовым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин